Приветствую всех на своем канале. Сегодня, как обычно, в самом начале, мне все время хочется кое-что вам сказать. Итак, вы пока выбираете позиции. Первая, вторая, третья. Голубой, красно-зеленый камешек. Тайм-коды есть в описании под моим видео. А я хочу вам сказать вот что. Ну, во-первых, что уже, наверное, со следующей недели, да, я смогу, вы сможете меня лицезреть, да, я смогу выйти уже в обычном, привычном для нас с вами формате, да, где вы меня видите. Ну, если хотите. Если нет, мы можем продолжить в таком формате. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, да, если вот вам нравится лучше смотреть карты, то окей, будем в таком формате работать. Вот, все как вы хотите. Это один момент. Второй момент. Сегодня у нас, значит, второе число уже Нового года. В очередной раз хочу поздравить вас с наступившим уже Новым годом, 2023. Пожелать вам всем счастья, здоровья, успеха, больше наслаждения, удовольствия от жизни и любви к самому себе. Также хочу сказать, что еще несколько дней до субботы, включительно до 7 января продолжаются рождественские распродажи моих курсов. Про них вы можете прочитать на главной странице моего канала в разделе «Сообщество». Если это не последний, то уже будет последний пост, что и как, и прислать мне свои заявки, контакты там указаны. Также напоминаю, что в плейлисте «Мои услуги» также на главной странице. На главной странице вообще моего канала есть плейлист, который создан для чего? Для того, чтобы все ролики, которые есть на моем канале, они находились в определенных папках, и вам легче было их лицезреть. Так вот, помимо раскладов для тех, кто не в курсе, у меня на канале есть еще разного рода видео. То есть это видео могут быть обучающие. То есть в разделе плейлистов вы сможете посмотреть отрывки, фрагменты из разных моих курсов. Есть у меня плейлист «Отаро простым языком», где есть некоторые ролики, в которых мне задавали вопросы «Отаро», и я отвечала тоже. Тоже может быть интересно. Есть просто ролики на разные темы, где я высказываю свою точку зрения. В общем, заходите туда, смотрите. Мне кажется, есть очень много полезной информации на моем канале, помимо раскладов. В том числе и расклады, они тоже рассортированы по папкам. То есть есть расклады до 2022 года, то есть первые 3-4 года, когда был открыт канал. В этом году отдельную папочку я завела на 2023 год, чтобы могли туда зайти. Есть папка, где я делала расклады на детско-родительские сценарии. Есть папка, где я делала расклады о работе, о финансах. Такие тоже есть. Есть папка, где у меня есть расклады спонсорские. Кстати, я записывала спонсорские расклады. Кто хочет, желает, вот пока есть распродажа, то есть один расклад спонсорский для просмотра, он стоил 400 рублей. Со скидкой в 50% вы сможете посмотреть расклад за 200 рублей, то есть любой. А там их, по-моему, больше 10 что ли. То есть хотите, все смотрите, хотите по отдельности, то есть каждый будет по стоимости 200 рублей. Но мне кажется, это вполне доступная цена. В общем, про это я сказала. И еще хочу сказать сегодня такую радость, наверное, для меня. Одна из моих подписчиц, Натали Утро, так у нее звучит ник, зовут женщину Наталья. Натали, не знаю, как правильно. Помню в свое время приобрела почти все мои курсы, если я не ошибаюсь, но может быть один упустила, да. Вот не одну, по-моему, все приобрела. В том числе, по-моему, и курс обучения. Но сейчас не про это, а про то, что она меня вот в Новый год очень, вразительство, скорее всего, очень сильно обрадовала и удивила тем, что после, она моя любимая двоечка, да, человек такой чувствительный, ранимый, ипотечный, решила все-таки открыть свой канал. Кому интересно посмотреть расклады, там немного, когда я последний раз смотрела, было 5, потому что только недавно она открыла свой канал. Если хотите ее поддержать, я оставлю в комментариях ссылочку на ее канал, так и называется Натали Утро. Вот, переходите, смотрите, поддерживайте. А я хочу пожелать удачи, благодарных клиентов, веры в себя, невзирая на какие-то комментарии, приятные, неприятные. И с любовью относиться вот именно к Таро и верить в себя в первую очередь. И все-все обязательно получится. И вот эта вот радость, то есть есть и наверняка другие подписчики, которые смотрят, может быть, мои расклады и также вдохновляются, хотят открыть свои каналы. Я вас всех с огромным удовольствием поддержу. Если хотите, сейчас я зажгу, благовонят и зажигаю, она у меня тухнет. Я вас поддержу, оставляйте свои ссылочки, либо пишите мне в контакты. Вот, мне тоже будет приятно. То есть вот такой, знаете, прогресс. Не только в саморазвитии, да, но человек сделал один шаг вперед. Вот, это на самом деле страшно, шаг в неизвестность, шаг в пропасть, создать канал, при том, что ты еще новичок и понимаешь, что конкуренция большая. Вот, и все, конечно же, будет зависеть от тематики. Вот, в общем, ссылку оставлю. А мы с вами, давайте приступим. Расклад, который мы будем делать сегодня, я назвала, значит, следующим образом. Какие фразы, выражения, высказывания людей о вас вас цепляют? Не знаю, как у вас, у меня очень часто такое бывает, когда я читаю что-то, и вот меня какая-то фраза зацепила. То есть это могут быть высказывания в мою сторону, а может быть вообще просто какие-то высказывания человека, который также меня цепляет. Вот сегодня я хочу посмотреть, да, какие-то фразы, не знаю, насколько мне это удастся. Я держу в руках колоду Таро Сумасшедшего дома, она как раз-таки и высказывает эмоциональный фон, улыбаясь, почему? Потому что название, да, Сумасшедшего дома. Мы все немножечко сумасшедшие. Вот, и колоду, конечно же, Николета Чиколи. Но, думаю, все сказала, если что не сказала, доскажу в прикрепленном комментарии. Так, ну и, конечно же, благодарности. Куда же без благодарности за то, что вы приобретаете суперспасибо. За езермесячную спонсорскую подписку на значки, смайлики. Вот, и за донаты. Конечно же, мне это приятно, особенно, когда в праздники приходят деньги. Деньги всегда приятны. Да, для меня это вот ресурсы. Так, давайте приступаем. Сегодня, как видите, у меня хорошее настроение, поэтому я так много говорю. Ну, такое, наверное, бывает нечасто. Итак, смотрим. Первый вопрос единички. Какие фразы или высказывания людей вас цепляют? Восьмерка жезлов. Знаете, это может касаться ваших трудов, если так можно сказать, либо вашей деятельности, да, когда вот такое ощущение, что вот вы вроде бы прикладываете, прикладываете усилия, а результата не видите, да. То есть вот это вот знак бесконечности, где здесь сумасшедшие вот бродят по своим собственным следам, да, выписывая вот эту вот восьмерку одно и то же, одно и то же, да. То есть вроде бы кажется, что вот я куда-то двигаю, что-то делаю, а по факту получается здесь не цикличность, а вот эта вот бесконечность, которой конца края нету. И когда другие люди вам указывают на это, либо высказывают, если не вашу сторону, то просто выражение о том, что, не знаю, может быть, у них тоже что-то не получается, да, либо как-то вот, особенно когда вам говорят, что, не знаю, ты ничего в принципе не делаешь. То есть вот когда вам указывают на какое-то бездействие, вот это вот вас цепляет, потому что на самом деле у вас есть ощущение, да, что вы движетесь, потому что мы заметим здесь, да, что здесь человек, он все-таки находится в движении, да, только он уходит по своим каким-то следам, либо по следам вот этого вот демона, да, который надсмеивается над ним. Бесконечность. Я вроде бы делаю, 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 а где же здесь результат? Поэтому все, что связано вот с таким смыслом, вас будет цеплять. Либо когда вам будет говорить, ну, окей, ты работаешь, да, а что ты делаешь по факту, то есть где твои деньги, да, либо сколько ты получаешь, то есть за такую работу ты, ну, я не знаю, либо обесценивать, что вот она вообще не стоит, да, либо ты вообще ничего не делаешь, только там, ну, я не знаю, карты в руках держишь, да, и выкладываешь видео, вот, к примеру, что-то такое. А то, что скрывается за этим, не видно. Вот это вот вас может каким-то образом цеплять. Что еще вас цепляют, когда люди говорят, пятерка кубков, что вот могут высказывать о том, что либо как-то вот о своих утратах, здесь смотрите, в любое высказывание оно может касаться либо вас, либо людей как таковых, да, но вот вы просто услышав что-то, что вас триггерит, это вас цепляет. Поэтому я не могу сказать здесь это по отношению к вам, либо в общем высказанная какая-то речь, но говорящая о том, что пятерка кубков, да, мы здесь видим на столе сердце, и вот фотография разбитый человек, он вот как будто бы сам себя наказывает в угол встал. Смысл этого аркана заключается, как раз касается любовных взаимоотношений, но хотя это может быть любые отношения, когда вроде бы физически вы не вместе с каким-то человеком, да, вот расстались, но все равно вот присутствует какая-то привязка, и я не могу от этого как-то избавиться, и вот мне больно, каждый раз я когда об этом думаю, когда я думаю о какой-то утрате, меня это цепляет, мне становится больно. То есть здесь могут быть высказывания о том, что ой, ну ладно, уже столько времени прошло, уже мог бы и забыть этого человека, или там что ты там паришься, либо переживаешь на этот счет, ну утратил, ушло и ушло, да, расслабься, то есть не как-то не привязывайся, да, не обращай внимания, там встретишь еще кого-нибудь, да, либо если это какое-то дело, то ой, ну ладно, ничего страшного. Вот когда вам говорят, ничего страшного, да, здесь вот ощущение того, что здесь идет, если в первом варианте идет обесценивание вашей работы, то здесь идет обесценивание ваших чувств и состояний. То есть когда люди обесценивают то, что вы проживаете, когда вам что-то больно, а вам говорят, ничего страшного, да, либо знаете, такое выражение, что если это твое, то оно к тебе вернется, а оно к вам не возвращается. И вы задумываетесь о том, что получается, что это не мое, но мне больно, я же что-то чувствую, я же что-то переживаю. То есть как я могу отказаться вот от этих ощущений, как я могу не, не знаю, игнорировать то, что есть, ведь это есть во мне. То есть вот здесь какая-то такая боль, либо когда вам говорят, ой, не драматизируй там ситуацию, что-то такое, но это касается вот утраты. Или еще, например, такая фраза о том, что, не знаю, настоящее отношение там завязывается на небесах, да, и поэтому, наверное, ты не можешь как-то вот забыть этого человека, потому что развязки, либо разрыва канала на тонком плане не происходит. Физически, да, этого человека нет, и на тонком плане, да. Здесь еще может быть такое, что вот когда случился какой-то разрыв, возможно, вы его даже и спровоцировали, либо какую-то утрату, да, если это не только про отношения, то в душе вот у вас есть вот эта вот какая-то боль, то есть мне вроде бы, то есть я сделал то, что я хотел, да, если, например, уйти из отношений, уйти с работы, ну почему мне на душе так погано, да, то есть я вроде бы получил то, что я хотел, но и так как есть сейчас, да, то есть то, что я получил, этот результат меня не удовлетворяет, то есть меня не удовлетворяло тогда, когда я был там, не знаю, в отношениях, на работе, но сейчас, когда я высвободился, мне тоже плохо, да, то есть я вот не могу как-то успокоиться, и сам себя за это наказываю, то есть вот зачем я так поступил, а тут еще кто-то приходит и начинает тебя, ну, люди вроде бы хотят успокоить, сказать, что все будет хорошо, не переживай, а на самом деле вот это вот, когда нам говорят, не переживай, это как будто бы, ну, я не знаю, обесценивает, то есть то, что ты сейчас ощущаешь, то, что ты сейчас чувствуешь, это не имеет никакого значения, как не имеет, ведь это имеет значение для меня, ты не я, ты не можешь ощутить мою боль, и вот это вот вас очень сильно цепляет, опять-таки, независимо от того, какую сферу, какой сфера здесь касается, ну, еще одну карту вытащим, какие фразы вас цепляют. Императрица. Ну, здесь по императрице может быть все, что угодно, ну, во-первых, да, в этой колоде есть оба автора, что художник, что автор колоды знают, знакомые с каббалой. Вот, не случайно, это древо Сефирот, и буквы Иврита. И в данном случае здесь императрица описана, как, мы знаем, что в Израиле существует патриархат, не патриархат, а матриархат, то есть женщина, она имеет вес и значимость, да, то есть все силы, в принципе, на стороне женщины. К ней относятся более уважительно и законно на ее стороне. Так вот, здесь изображена еврейская мама, если так можно сказать, да, которая имеет власть не только там над своим мужем, поэтому мы видим всех мужчин, да, там, брат, сват и так далее, да, все мужчины под ее ногами, то есть под ее властью. Но это не в плане занижения, да, то есть если меня слушают сейчас мужчины, это не в плане того, что здесь идет перенижение, а здесь наоборот вот эта вот забота, да, и с другой стороны вот эта вот женская энергия, сейчас пошлое не хочу сказать, да, но вот сексуальная женская энергия может вводить любого мужчину, если она правильно использована, за нос, да, то есть можно им управлять через секс. Так вот, здесь смысл идет как раз-таки о том, что женщина управляет мужчиной, то есть здесь может речь идти о том, что фраза, да, что ты, например, ой, нашла себе мужика, вот он там, не знаю, подкаблучник, ничего не делает, вот ты все на себе тащишь, и, ну, то есть, как это сказать, женщина как лошадь прижевальского, да, то есть все на ней, да, такое тоже может цеплять, либо может цеплять о том, что, я не знаю, вот не будь, не будь какой-то мамочкой, да, то есть особенно если касается отношений, можете слышать, что вот вам говорят, ой, ты в роли как мамочка, но здесь что-то такое, нельзя сказать, что стопроцентно отрицательное, да, но ощущение того, что вот вы как будто бы манипулируете, да, манипулируете мужчинами, манипулируете детьми, то есть вы всех держите на тонком поводке, либо используете людей для достижения своих каких-то целей, либо, опять-таки, по императрице, когда не отпускаете, если время пришло, там, я не знаю, своих детей, как будто бы, знаете, вот, ну, в свободное плавание, да, то есть не происходит какого-то такого рождения, либо вас цепляет то, что, я не знаю, у вас есть какая-то идея, да, вы долго ее вынашиваете, там, что-то проверяете, может быть, с кем-то поделились, рассказали, а этот человек пошел ее внедрил, а вы все вот находитесь на уровне планирования, как бы все продумать, все такое, вот это вас иногда тоже может цеплять, что вот есть кто-то, да, кто просто берет и делает, а вы почему-то вот долго-долго думаете, запрягаете, и все никак разразиться не можете, и закапываете свои таланты, да, то есть вот иногда у вас бывает, это тоже цепляет, скорее всего, даже не то, что это вам говорят, а вот просто, может быть, смотрите на успех другого человека и думаете, что, блин, у меня потенциала больше, у меня способностей, возможностей больше, но я почему-то это не делаю, и тут вот вам становится обидно. Еще раз скажу, все, что я говорила, это не обязательно, что люди говорят вам, это вы сами можете говорить о себе, либо люди просто, в общем, говорят, вы где-то услышали, ну, например, в каком-нибудь раскладе, да, вот, какие-то высказывания, и что-то вас стригерил. Вот, об этом. Так, смотрим дальше. Почему? Почему вас это выражение, либо эти слова раздражают? Здесь возьму другую колоду. Так, и мы посмотрим более глубоко. Почему? Почему вас раздражает, когда, например, вот восьмерка не оценивает ваш труд, либо говорят, что вот вы как-то бездействуете. Ощущение такого сизого труда, сизов труда, когда одно и то же, да, этот камень тащит в гору этот сизов, и, а потом к восходу она, он как-то обратно к подножью горы скатывается, вот заново на следующий день надо начинать эту работу. То есть вот здесь что-то такое. Почему? Почему вас это цепляет? Потому что это дьявол, да? Потому что в этом с одной стороны ваша сила, да, какая-то. И вот ощущение того, что я как-то не могу реализоваться, да, не могу раскрыть свою силу. А с другой стороны здесь какие-то вот краски-проверки идут про дьявол, по дьяволу, да. То есть вы еще здесь через это растете. В каком плане, да. Дьявол у нас всегда говорит про теневые аспекты, да. То есть вот в этих выражениях присутствует ваша какая-то тень, которую вы должны увидеть, разобраться. То эта тень может быть связана с тем, что вот я не иду в новое, да. То есть он по бесконечности идет, но в новое не шагай. Хотя кажется, что он что-то делает, да, движение есть. Смотрите, сколько он натоптал. Здесь какие-то теневые аспекты есть. И вот когда вы слышите что-то аналогичное, это вас цепляет. Про отношения, либо про утрату. Почему вас тут цепляет? Нет, потому что здесь как будто бы бывает по Рейсу Лепендакля бывает обидно, потому что вы прикладывали очень много сил, да. Вы вкладывались, вы надеялись. Здесь это может быть какие-то долгосрочные взаимоотношения были, либо проекты. Не знаю, что здесь было утрачено, да. Вы прикладывали очень много сил, и здесь вы надеялись, да. Здесь была вера, здесь была надежда. Здесь было терпение, и при этом опять-таки ожидание того, что вот как-то оценят, да, признание. Хотела здесь получить признание, как минимум. Хотя здесь уже Ведом Аркане я сказала про признание. И вот то, что касается императрицы, хорошо, да, сказано, вы была верховная жрица. А здесь почему? Потому что здесь не все как будто бы понятно, не все, почему вас сцепляет, потому что не все как будто бы понятно, не все известно. Есть очень много неизвестных факторов, да, о которых люди, возможно, не знают. Вот, то есть что стоит вот за этим трудом, да, когда вот вы все тащите, к примеру, на себе. И с другой стороны, здесь идет обучение пассивности. Здесь вас как раз-таки учат больше такими женским энергиями, когда надо подождать, да, когда надо вообще, ну, передавать ответственность, возможно, о мужчине. Здесь о пассивности речь идет. Хорошо. Что вас раздражает? Что вас раздражает вот в этих фразах, да? То есть что вас раздражает, когда вам говорят вот по первому Аркану, да, вот по знаку бесконечности, что ты, в принципе, ничего не делаешь, да, без денег, где твои результаты, где твои деньги, что вас в этом раздражает? Ну, вы начинаете эмоционировать, да, тушь. Кубков говорит о том, что вы начинаете, как-то у вас как будто бы нету принятия себя, да, то есть не все в себе принимаете. Вот здесь мы же говорим, темная какая-то сторона, какая-то тень здесь присутствует, вы ее не принимаете, поэтому это вас начинает раздражать, вы начинаете эмоционировать, да, здесь у вас побуждаются какие-то чувства, связанные с одиночеством, что ли, что меня никто не понимает, что, возможно, я не умею высказать, как-то отстоять свою позицию, либо быть услышанным. Вот здесь что-то такое. Что вас раздражает, когда вам говорят про утраты, обесценивание ваших эмоций, что люди вот как-то легко, вот вас раздражает, смотрите по тройке кубков, что люди как-то легко относятся вообще к каким-то вещам, да, что вот они не видят глубины, что ли, что вообще поверхностно как-то относятся к аналогичной вашей ситуации, то есть не только конкретно к вашей ситуации, а вообще как-то вот к отношениям, да, вообще к жизни. Вот это вот вас бесит выражение «забей», да, «забудь», да, «все окей», да, «все нормально», «не переживай». И вас вот это вот раздражает, почему? Потому что люди очень легко, вот здесь вопрос легкости, очень легко относятся, вы придаёте каким-то переживаниям, эмоциям большей значимости даёте, да, вообще у меня здесь ощущение того, что вы и вот здесь в работе, да, тоже жизни, жизни, да, придаёте какие-то свои собственные смыслы, которые имеют большую значимость для вас, важность, вот здесь вот важность, градус значимости и важности, это то, что будет вызывать у вас эмоции, неважно, позитивные либо негативные. То есть, если вы, например, там, хотите расстаться с каким-то человеком и как-то не можете, то вам, либо там уйти с какой-то работы, но не можете, то вам первое, что нужно сделать, это снизить градус важности этой ситуации, этого человека в вашей жизни. То есть, пока вы ему, проще говоря, придаёте значение, да, здесь вот про это, пока вы придаёте какой-то смысл этому, это всегда будет вас цеплять, поэтому люди вас здесь учат лёгкости. В первом варианте они вас как будто бы учат любви, принять сюда себя всех своих частей, а во втором случае более легче, проще относиться к жизни, не принимать её так серьёзно. Вот, а в этом варианте, что вас разоржает в людях, вы знаете, какое-то различие, различие, что вот люди, они как будто бы не похожи на вас, да, то есть, независимо от того, какая фигура вот в этом аркане вы, либо человек, либо вот эта вот гусеница, да, вы абсолютно разные, то есть, здесь вот эта вот разность, она присутствует, да, то есть, непохожесть, непохожесть на других людей, то есть, вас раздражает то, что люди, вот смотрите, как интересно, да, люди не принимают вас, то, что вы не похожи на них, да, то, что, не знаю, они как будто бы хотят, что все были одинаковые, да, но, внимание, вот здесь вот у нас выходил дьявол и ту скупку, которая говорила о том, что вы не принимаете свои части, вот вас раздражает в людях то, что есть вас, в данном случае, да, вы сами не принимаете свои какие-то части себя, которые отличаются от других людей, то есть, по сути, как бы вы не говорили себе, что я более лояльный, там, как-то отношусь к людям и принимаю их разнообразие, непохожесть на себя, на самом деле этого нету, то есть, где-то бессознательно в вашем есть разделение, да, вот эта вот оценочная позиция, и поскольку вы оцениваете людей, то есть, не в плане он хороший или плохой, а в плане, насколько он похож на вас или нет, да, то есть, вы как будто бы дробите людей, вот ты как я, а ты не как я, вот ты похож, то есть, здесь у вас нету принятия людей, и они вам, по сути, это зеркалит, и это видно, да, вот здесь вот тоже, да, то есть, так, как ты не понимаешь, что я сейчас здесь ощущаю, насколько мне больно, я ведь столько усилий прикладывала, а люди, они такие, ну, окей, ну, прикладываю, прикладываю, пошли дальше, все легко и просто относятся к жизни, то есть, они вообще на вас не похожи, и вот здесь вы их не принимаете, и поэтому здесь как раз таки получается, что вот по сути ваш главный урок, что вот из этого вытекает, что вы не принимаете людей такими, какие они есть, то есть, вы как будто бы, я не говорю, что вы их меняете, ни в коем случае, но у вас нету принятия, а нету принятия людей, что они не похожи на вас, да, то есть, это вас раздражает, злит, как-то вот включает, триггерит, почему, потому что, по сути, вот он дьявол, вот он туз кубков, смотрите, здесь сколько куколок, да, вы должны обнять, это все вы, в разных там, ипостасях, да, в разных, я не знаю, масках, либо ролях, вот когда вы научитесь вот это все себе принимать, тогда вам будет абсолютно безразлично, да, что есть такие люди, есть другие, вы ко всем будете относиться ровно. Хорошо, и давайте посмотрим последний вопрос, почему вообще люди говорят вот эти вот вещи о вас, да, вот почему они, например, говорят, что вы, что там бесконечно делаете, делаете, а по факту ничего не получаете, вот почему они вам говорят про это, потому что они не видят вашего движения, да, аркан клесницы, они не видят прорыва, то есть действия, возможно, вы совершаете, но действительно, по факту, результата-то нету, то есть вы можете создавать, я не знаю, прекрасные курсы, я не знаю, иметь замечательный контент, контент, но по факту, то есть вы действительно можете прикладывать усилия, но результата того, которого вы хотите добиться, вы не получаете, да, то есть здесь вы как будто бы не приходите к цели, здесь нужно совершить прорыв. Вот это, почему люди говорят о вас, почему они вам говорят относиться проще, почему, а, пашкубков, пашкубков, здесь такое ощущение, что вы как будто бы, знаете, вы сразу резко повзрослели, и вот этот вот, что ваш ребенок, да, он как будто бы не прожит что ли до конца, он незрелый, вот, либо люди говорят о том, что они незрелые, да, здесь воспринимайте, как вам будет удобно, да, то есть здесь как будто бы самое начало, и, не знаю, либо это только касается начала вас, да, вашего вообще развития, работы над собой, независимо от того, какой путь вы прошли, вы все равно находитесь в каком-то начале, здесь присутствует незрелость, да, пожили, это не незрелость, то есть здесь может быть либо как людская незрелость, непонимание смысла жизни, а у вас она более такая глубинная, либо здесь детскость ваша, да, то есть вам вот как будто бы вот эта вот детскость надо проработать, потому что, еще расскажу, рано повзрослели, да, рано на себя взяли какую-то ответственность и ребенком не были, и вот здесь вот через эту легкость вам как будто бы надо проработать ребенка, поэтому вам люди говорят, да, быть проще, относись легче, да, не включайся так, не эмоционируй, ну, то есть не будь таким ответственным, что ли, не подходи так серьезно, к вещам, то есть поиграй, жизнь это игра, то есть здесь вот они вот про это вас учат, и последний формат, да, то есть почему люди вам говорят, почему люди вам говорят, здесь как раз таки о вашем доминировании, о вашем авторитете, да, либо вот то, что я говорила, что вы где-то может быть закапываете свой талант, ничего не делаете, либо наоборот доминируете, доминируете над людьми, да, вы где-то манипулируете, почему они это говорят, потому что аркан вселенной здесь говорит в какой-то степени о том, что вы дошли вот до этого уровня, не знаю, как-то развитие, высокий уровень здесь развития, о чем нам говорит вселенная, не знаю, может быть вы здесь просто являетесь для кого-то действительно авторитетом, люди хотят вот как-то на вас равняться, либо наоборот хотят как-то сблизиться с вами, король Жезлов нам говорит о яркости и о коммуникации, то есть о чем мы здесь, вот здесь просто ваша душа, она, как это говорят, не развитая, а наверное старая, да, в плане развития, и здесь наверное люди хотят равняться на вас в некоторой степени, да, и поэтому вот они говорят об этом, потому что рыцарь кубков у нас говорит о состоянии души, о чувствительности, да, о том, что возможно они находятся в этом пути познания себя, а вы уже пришли к вселенной, у вас уже завершен вот этот вот этап, может быть они хотят начать что-то новое в своей жизни. Здесь ощущение того, что вот вы как-то больше на передовой хочется сказать им. Так, такая у меня была интересная первая позиция, интересная, почему, потому что я тоже себя загадала в этой позиции, так, я тоже себя заказала в этой, заказала, заказала, загадала, вот вселенная, в этой позиции. Так, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, смотрим, двоечки вас, какие фразы, какие фразы, которые говорят люди о вас, цепляют. Девятка, девятка кубков, да, о том, что вы, хочется сказать, как называют этого человека, который удовлетворяет сам себя, ну, то есть кайфует от жизни. Боже мой, не эгоист, как-то кайфажор, да, вот, что-то, что вы такой, да, такой человек. С другой стороны, могут здесь говорить о том, что, смотрите, у главного героя есть корона, да, но нету головы. Не хочу никого обидеть, но вот в плане того, что, типа, мозгов нету, да, вот, поэтому человек здесь не двигается, потому, что у него нету обуви, да, а обувь, это вот, в принципе, для чего нам нужно? Для того, чтобы наши ресурсы, да, возможно, чтобы мы двигались по жизни. То есть из-за того, что, наверное, человек такой несостоятельный, вот еще раз скажу, да, что вот вы как будто бы думаете только о себе, вам важно удовольствие, наслаждение, в принципе, вы ничего особого из себя не представляете. Ну, давайте я не буду говорить плохие слова, глубенькие, да, опять-таки, если сейчас цепляет, то, наверное, в правильном ключе мы идем. Вот, еще какие фразы о вас могут цеплять? Вот у меня такое ощущение, что они могут говорить о вас, что вот вы знаете, как-то ни рыба, ни мясо, да, то есть как будто бы человек, у которого нет своего собственного мнения, да, здесь вот смотрите, половина белая, половина черная, то есть он и не так, и не так, как будто бы и не перерождается, и в прошлое как-то не остался, да, и в новое не пошел, где-то какое-то зависание. Либо вот вам все время говорят, указывают на то, что вам надо поменяться, то есть здесь вот ощущение того, что как-то постоянно тыкает о какой-то трансформации, что вот вам она необходима. У меня ощущение, что здесь очень много людей, которые занимаются каким-то нравоучением по отношению к вам, да, то есть вот как будто бы, знаете, вы маленький ребенок, и вы нуждаетесь в том, чтобы с вами как-то вот разговаривали через, не знаю, какую-то мораль, да, вот что-то, чему-то вас учили, независимо от того, сколько вы облет, да, вот вас все время чему-то учат, что вот вы как будто бы, ну, еще раз без головы на плече, то есть вы как будто бы себя ничего не представляете, да, вот, но при этом у вас есть корона, да, то есть, может быть, знаете, вот как ребенку вам говорили, да кто ты такой вообще, ты не имеешь права голоса, да, то есть ты вот как-то, ты ничего не заслужил, то есть иди сначала что-то сделать, что-то добейся, а потом ты будешь говорить, вот здесь что-то такое, какие-то такие слова вас цепляют, еще какие фразы вас цепляют, любая манипуляция, это аркан мага, замечательный аркан с глубоким таким смыслом, вот эти вот красные линии, это мысли, находящиеся, рой вот этих мыслей в нашей голове, да, когда вот подвижность, да, очень по Меркурию, активность наших мыслей, да, и она по сути, ну, не имеет какого-то, какой-то вот почвы под собой, да, то есть вот просто бег, бег, бег этих мыслей, то есть здесь такое ощущение, что могут говорить действительно о ваших, умственных способностях, да, и, либо здесь могут говорить, что вот вы какой-то такой, знаете, непоседа, неусечивый человек, да, который вот как-то вот, ну, не славливает, у меня ощущение, что вот у вас как будто бы с обучением, с точными науками, да, не очень хорошо, то есть возможно вы больше творческая такая личность, и поэтому точные науки, они вам как будто бы не очень-то даются, да и не очень-то и нужны на самом деле, и вот люди как будто бы вот вам все время как-то вот про это говорят, либо вы как-то отвлекаетесь, вот этот вот рой мыслей, да, вы не можете сосредоточиться, не бывает дети неусечивые, вот здесь вот ощущение, как он называется это, синдром вот этого внимания, рассеянного внимания, или как он правильно называется, вот здесь вот такое ощущение, что вот вас все захватывает, вам все интересно, вы как-то не можете сфокусироваться на одной какой-то, не знаю, деталь, на одной какой-то вещи, и поэтому, когда вот вам говорят, обрати внимание, знаете, бывают такие люди, которые говорят, я же с тобой разговариваю, смотри мне в глаза, А у вас вот, вы как будто бы взгляд в сторону отводите, вы и слышите где-то там фоново человека, о чем он там говорит. Ну, у вас свои какие-то мысли могут быть, да. И вот вас раздражает, когда вам люди возвращают вас как-то вот фокус внимания на себя. Ты меня слышишь, я с тобой разговариваю, вот что-то такое. Вас это бесит. Почему? Потому что, да слышу я тебя, почему я должен обязательно на тебя смотреть? Ну, типа, у меня такой формат, да, может быть, я воспринимаю информацию не визуально, аудиальную, да, то есть мне важно слышать человека, а не видеть, да. Либо там, я не знаю, я кинестет, у меня ведущая такая система, мне важно прикасаться к человеку, да, например, там, и считывать какую-то информацию, либо по запаху. Почему я должен обязательно на тебя смотреть? То есть вот здесь все, что, либо когда, знаете, вот какая-то запутанная ситуация, и к вам приходит человек, говорит, ой, а ты что, решить не можешь, там, не знаю, какой-нибудь ребус, да, к примеру, ну, это может и ситуация в жизни. И там, я не знаю, ты что, это решить не можешь, это же легко, да, ты вот, ты не знаешь, какое здесь слово, какая буква должна быть. И вы так, ну, окей, ну, не знаю, может быть, забыл, ну, по-разному бывает, почему я должен знать, да, вот здесь какая-то, знаете, надменность людей, людей, которые вас считают ниже себя. Вот когда человек считает вас ниже себя, при этом, это его восприятие, да, я не говорю, что вы глупее, либо ниже, ни в коем случае. Мы говорим то, что вас цепляют. Вот когда бывают люди такие надменные, да, манипуляторы, которые хотят за счет вас утвердиться. Вот в вашем окружении очень много таких людей, потому что смотрите, вот что девятка кубков говорит, что аркан смерти в данном случае, маг, да, два великих аркана, они как-то и говорят, а как будто бы о вашей несостоятельности ментальной. Вот, возможно, ну, посмотрим сейчас, почему они так говорят. Возможно, здесь в силу вашего характера, что вы просто, я не знаю, невнимательные, может быть, куда-то там задумчивые улетаете, фантазеры, ну, по-разному может быть, да, может, не все одинаковые. Ну, вот люди как будто бы вам, когда говорят, либо вообще, как я говорила в первой позиции, не обязательно, что это вам лично, он говорит, вы можете где-то это услышать, и вас это цепляет, это триггерит, это есть как будто бы вас, и вы это знаете о себе. Хорошо, почему? Давайте посмотрим, почему вас это раздражает. Почему раздражает? Аркан умеренности. Смотрите, как замечательно на девятку кубков. Почему раздражает? Да, потому что я хочу жить в своем мире, да, девочка на рыбке сидит, да, и вот с закрытыми глазами, причем рыбка куда-то сама плывет, да, куда-то меня вытащит. То есть оставьте меня в покое. О каком там здесь планировании, достижении вы говорите, да, то есть здесь вопрос не кайфажерства, а вопрос в том, что я хочу быть в комфорте, я хочу, ну, мне так безопасно, да, мне так хорошо, у каждого свой ритм, да, я хочу жить в своем мире. Вообще, останьте вы от меня, да, мне нравится чем-то там мечтать, фантазировать, то есть я, как говорят многие бизнесмены, да, без ленивых людей мир бы не совершил прогресс, да, почему, потому что только прогрессом, либо какой-то вот эволюцией, тем более технологической, да, управляет как раз-таки ленивые люди, потому что им лень что-то сделать, вот, и они придумывают там разные гаджеты, разные приложения и так далее. Вот здесь как раз-таки, то есть минимум усилий, больше результат. Здесь, возможно, права, что вот вы, возможно, вы какой-то вот медлительный человек, либо размеренный человек, либо человек, который не стремится к чему-то. Вот я говорю, вот их энергия отличается, у них активная энергия, а у вас она такая более тягучая, более, хочется сказать, певучая, более мягкая, плавная, вот, и всегда противоположности нас бесят, нас раздражает, да, то есть как будто бы люди не понимают, ах, вас здесь, почему они вас бесят, когда вам говорят, что вы ни рыба, ни мясо, ну, это вас ранит, это вас ранит, потому что вот пятерка педаклей, это вот, знаете, это, эти мысли, они и так есть у вас, у самих вы тоже где-то в глубине себя такой вот, таким человеком считаете, да, но здесь, смотри, как интересно, в колоде Николета Чиколи, вот здесь вот пятерки педаклей мы увидим девушку и калибри, да, птичка вот эта вот, которая ест ее сердце, но при этом девочка есть руки, она не отгоняет, она не защищает, она позволяет, да, и вот в голове у нее вот эти вот птички свели гнездо, да, в волосах, то есть у нее и мысли такие, что вот все ко мне как-то вот относятся так, что причиняют мне боль, и вот люди, почему вас это цепляет, потому что люди вам как будто бы и говорят о том, что вот вы, как, знаете, не рыба, не мясо, прими какую-нибудь позицию, то есть они как будто бы желают, чтобы вы сделали, стали более конкретными, да, для себя, приняли какую-то позицию, то есть начали отстаивать себя, чтобы у вас появилось свое мнение, вам пофигу на самом деле, вот, с хорошей точки зрения, потому что здесь вот аркан умеренности выпал, да, то есть а зачем мне вообще иметь какое-то мнение, да, мне, мне и без мнения, ну то есть зачем иметь свое какое-то мнение, это кому-то говорить, это как-то конфликтовать, зачем мне это надо, да, отставить, у меня есть другие, другие важные вещи в этой жизни, да, там, творчество, там, сновидение, там, больше находиться в астрале, я не знаю, в медитации, в спокойном состоянии, то есть мне другие вещи интересны, мне неинтересен вот этот вот ваш земной мир, земной план, почему вас цепляют, когда вот люди начинают манипулировать, почему, а я скажу вам, потому что, смотрите, здесь у вас аэрофант выпадает, потому что у вас есть свое собственное мнение, у вас есть свое собственное мировоззрение, когда вас кто-то начинает чему-то учить, вас это бесит, потому что мнение других людей, не понимающих вашу природу, оно вызывает в вас разотражение, потому что у вас есть сформировавшаяся картинка мира, и она не лучше и не худше, она имеет место быть, и вы хотите, чтобы ее уважали, да, что не вы прислушивались к мнению других людей, а, возможно, может быть, другие люди должны прислушиваться. В этом, поскольку здесь обезьяна, а обезьяна это как символ какой-то, знаете, вот такой надсмешки, обманчивости, в этом есть и какая-то доля правды и доля самообмана, да, то есть вот в умеренности тоже здесь такое ощущение, что вот вам как будто бы нравится заниматься самообманом именно в плане того, что вот тот путь, тот образ жизни, который вы выбрали, он вам нравится. В какой-то степени он вам нравится, почему? Потому что, наверное, по-другому у вас просто не получается, либо вы не знаете, либо не готовы, здесь разные моменты могут быть, а может быть, вам и действительно не нужно, то есть все может быть, но все равно есть какая-то хитрость, да, то есть здесь хитрость может также заключаться в том, что вы подаетесь, да, как это, игра в подавки, что вы подаетесь таким манипулятором, да, ты хочешь манипулировать мной? Манипулируй, почему? Потому что если я буду отстаивать свою точку зрения, да, мне надо прикладывать много усилий, я не хочу, то есть мне лучше, проще сдаться, проще уйти от какой-то сложной ситуации, конфликта, либо каких-то дебатов, да, то есть я, ну, я не знаю, мне не хватает, может быть, уверенности, да, знания есть, например, в какой-то викторине, да, но мне не хватает уверенности сказать как-то вот правильный ответ, да, я его знаю, но я его не говорю, почему? Ну, как-то я стесняюсь. Здесь может быть и характер разный у человека, то есть в этом тоже, здесь разные варианты могут быть обмана, но первично все-таки Иерафант говорит о том, что я знаю истину, я знаю, как правильно, то есть вот ваше правило, оно может быть согласно духовной точке зрения, развития, да, идти, вот у вас есть какое-то такое мировосприятие, а люди, они материальные, но ясное дело, что здесь будет разногласие, то есть здесь разные абсолютно уровни и разная суть, да, разная суть, материя более плотная, тонкий план, он тоньше, прозрачнее, скорости разные, поэтому здесь друг друга не понимают, и неважно на каком плане ты находишься, на каком уровне, здесь, ну, бессмысленно друг друга учить, потому что каждый учат со своей колокольней, как говорится, да, здесь нельзя сказать, какая колокольня правильнее, либо вернее, да, но вот ответ почему, потому что у вас есть своя какая-то устаканившаяся позиция, своё мировоззрение, поэтому вас цепляют, что вас раздражает, когда вот вам люди говорят вот это вот верхнее, да, вы считаете их дураками, что вас раздражает, какая-то вот, знаете, навивность, возможно, что люди находятся вот в какой-то матрице, системе, и они не понимают, да, вот так спущу, и они как будто бы не понимают и не видят, как устроен мир на самом деле, да, то есть Аркан Шута здесь говорит о том, что люди не идут в новое, да, что вот они настолько предсказуемы, они настолько, как бы так сказать, укоренившиеся в своих взглядах, что они их не исследуют, а вот у вас есть вот это вот исследование, опять же сказать, что вот вы идёте в исследование, исследование, как это сказать, в истинное, да, либо иллюзорное, нельзя, потому что наш мир весь он иллюзорен, потому что мы его воспринимаем через призму своего опыта, культуры, морали, нравственности и так далее, и так далее. А поскольку у каждого у нас свой вот этот вот бакграунд, то и восприятие мира, реального мира, у нас будет иллюзорное. И сказать, что вот моё восприятие правильно, либо другого человека правильно, нельзя, но при этом есть реальность. Что есть реально? Реальность – это то, что не зависит от нашего восприятия, то есть оно не изменяется. Там, например, солнце, оно не изменяется, оно как было и есть, воспринимаешь ты его жёлтым, оранжевым, горячим, холодным, большим, неважно, как ты его воспринимаешь, но оно есть, и это есть реальность. Вот реальность – это про это, то есть независимо от нашего восприятия это остаётся. Но вас вот как раз таки раздражает в людях какая-то вот узколобость, что ли. То есть вы по шуту готовы как-то рисковать, пойти что-то новое. Но новое не в плане, еще раз скажу, материального мира, а в плане, возможно, каких-то знаний, исследований. То есть ваша жизнь это путешествие по жизни. То есть вы воспринимаете это как некий опыт. Вам не нужна вот эта вот конкретика. Поэтому я и говорю, что вы как будто бы людей воспринимаете как дураков. Помните, я здесь говорила, что людям важно какой-то цели полагонить, и каким-то целям расписывать на 5 лет, что я буду делать, куда я пойду летом, как я буду откладывать деньги. Вам это непонятно, у вас другое мироощущение. И поэтому ваше восприятие, что люди, они ограниченные, они в системе, они не рискуют. Возможно, вы их считаете, что много шума из-за ничего. То есть люди очень много говорят, очень много шумят. Толку от них никакого. То есть, в принципе, возможно, вы их так же считаете глупыми, как и они вас. Что вас раздражает, вот здесь по второму триплету. Так, здесь у нас речь шла о том, что люди вас считают, как будто бы ни рыба, ни мясо. Вас раздражает, наоборот, какая-то вот константа в людях. То есть император, с одной стороны, это про стабильность, про конкретику, про какое-то постоянство. Если мы посмотрим здесь вот эту вот куклу в роли Наполеона, то сидящая на лошади, то все-таки вот эта игрушечная лошадка у меня никуда не двигается. То есть визуально вроде бы есть движение, но оно статично. То есть вам может казаться, что вот как будто бы вот то, что они говорят, это все равно ни к чему не приводит. То есть как бы люди не говорили о том, что вот ты ни рыба, ни мясо, ты как-то не меняешься, не оставляешь прошлое позади. И как бы это вас не ранило, ну то есть это ни к чему не приведет. Почему? Потому что если человек не готов не меняться, то что бы ни говорили другие, это будет действительно, это будет пустой звон. Это бессмысленно, понимаете, бессмысленно. Поэтому вот вас раздражает то, что... Еще раз скажу, смотрите, как интересно. Вас могут воспринимать таким мягким, бескребетным человеком, но по сути у вас очень сильная стержень. Что здесь Ирафан говорил, что здесь император нам говорит о том, что у вас есть вы человек со своими определенными принципами, который не готов поступаться этими принципами ради кого-то, если вы не посчитаете этим нужно. Но вот это вот как будто бы не видно, да? То есть вас видят вот такой вот рыбкой, такой, знаете, гибкий, неким таким флюгером, куда ветер подует, туда вы идете. Но вы на самом деле человек с такой устаканившейся системой ценностей и определенной базой. То есть вы в чем-то бываете принципиальным. То есть вас может раздражать, когда вот есть вот эти вот правила, формы, как я уже говорила, да, вот структура. Вам это не нравится. Это не ваше. Ну и последнее с манипуляциями, да, почему вас раздражает это? Семерка пендаклей. Потому что это, знаете, это вас как-то морозит. Если вот вы посмотрите, да, здесь у куклы паутина. Почему? Когда появляется паутина, когда нету, ну, энергия нечистая, то есть нету действия. И здесь мы видим, по сути, что девочка создана в виде паука, да, у нее много ножек, и каждая ножка, она идет в свою сторону. Нету конкретного пути. Хоть и здесь у императора есть путь, да, но все равно тоже никуда не двигается. Поэтому у вас вот эта вот манипуляция, да, то, что я говорила, возможно, ранее, либо вот эта вот мотивация, надо куда-то двигаться, идти, она вас может раздражать в людях. Почему? Потому что, еще раз скажу, с одной стороны, она никуда не приводит, а с другой стороны, она может вас обескураживать. То есть, а что я теперь должна делать? То есть, а, для чего ты это сказал? То есть, что ты хочешь от меня? Что ты ждешь, что я буду делать? То есть, ты мне конкретно скажи, не надо мной манипулировать. То есть, здесь она как будто бы вас, с одной стороны, обескураживает и останавливает, не дает двигаться дальше. А с другой стороны, оно как будто бы тоже вот бессмысленно, да, то есть, оно вводит вас в больший какой-то ступор. То есть, вот такая модель поведения, достаточно жесткая, да, она будет вводить вас в ступор, и пользы от этого не будет никакой. Она будет как будто бы крылья у вас будут обрезаны, руки опускаются. Вот. Хорошо. А почему вообще люди, ну, либо с какой целью они говорят? То есть, есть ли какой-то более глубинный смысл в том, что вот они высказывают вот такую точку зрения о вас, либо вообще они говорят, а это вас отцепляет. То есть, почему люди говорят о вас такие вещи? То, что они говорят. Аркан стойкости. Знаете, для чего? Для того, что здесь вот как будто бы, смотрите, как хорошо проверка. Аркан стойкости говорит, невзирая на какие-то трудности, сложности, которые я проходил, я все равно нашел в себе силу, да, держать эту колонну. Женщина не ломает ее, а держит. И здесь мы видим, ну, вам не очень видно, да, здесь веревочка, и она привязанная к этому льву. Ну, представляете, да, какая сила лев, который может рвануть и потащить за собой человека. А здесь она вот прямо вот на веревочке, как домашний питомец, здесь целый царь зверей, да, он сидит и никуда не убегает. То есть, говорят они для того, чтобы вы, с одной стороны, укоротили свои страхи, да, а с другой, ну, то есть перестали бояться, что, в принципе, шут тоже про это говорит, да, мне нечего бояться, потому что, ну, у меня отсутствует, вот как у маленького ребенка, отсутствует полное вот это вот ощущение опасности. А с другой стороны, чтобы вы были более верными своим каким-то принципам. Вот еще расскажу, как я здесь говорила, да, что вам нужно научиться отстаивать себя, да, то есть если вы вступаете в какой-то диалог, и вам не нравится, либо вас обесценивают, либо что-то вас там зацепило, вы можете спокойно сказать человеку, стоп, я не хочу больше вести диалог, кстати, уйти. И у вас есть это право. То есть не надо думать о том, что я его обижу как-то там еще, нет. То есть вам не надо, хочется сказать, париться по поводу других людей. Вам некомфортно, вы про это говорите, стоп, и все, и останавливаете беседу, либо меняете, либо еще что-то делать. То есть вам нужно научиться укращать свои внутренние страхи. То есть вам это люди как будто бы говорят, смотрите, вы с одной стороны здесь убегаете, да, почему они говорят, что вот вы какие-то такие кайфажеры и без, не одаренные умом. Давайте так скажи, чтобы не обижать никого. Почему? Потому что, возможно, где-то, не знаю, вы убегаете, либо вы в их глазах кажетесь легкомысленными. На самом деле у вас есть те же, но вы создаете вот эту вот картинку, а они вас учат не создавать. То есть вы эту картинку создаете, почему? Потому что, возможно, страшно, и хотите убежать, уйти, я не знаю, от какой-то ситуации. Вам говорят, а вам бегать не надо, здесь нет, вам нужно остановиться и высказать свою точку зрения, даже если кому-то вы будете неприятно. Хорошо, почему люди здесь вам говорят о том, что вы как будто бы ни рыба, ни мясо. Знаете, я вам объясню еще раз. Вы находитесь больше в тонком плане, меньше в земном, материальном. Здесь вот когда люди вам говорят, что он такой, знаете, вот куда флюгер подует, ветер подует, туда флюгер и повернется. Для чего? Для того, чтобы под узу педакли. Как-то, знаете, бывает такая категория людей, которая, скорее всего, две категории. Одни, наоборот, через позитив начинают хвалить, чтобы человек почувствовал веру, уверенность в себе, да, и начал действовать. А другие, наоборот, начинают как-то обесценивать и говорят, да, а то у тебя никогда не получится, ты за рулем сидеть не умеешь, ты там, я не знаю, баба, там, блондинка и так далее, ты никогда не научишься водить. Для чего это говорят? Для того, чтобы как-то вызвать вас на эмоции, и чтобы вы сказали, да, я тебе сейчас покажу, я научусь и буду делать действовать. Вот здесь как будто бы люди второго варианта. То есть они вам причиняют пор для чего? Для того, чтобы вы начали реагировать, реагировать, давать отпор, реагировать в позитивном ключе. То есть как будто бы дают вам шанс, возможность что-то начать, измениться. Но в вашем случае, то есть здесь вот, как говорится, к психологу не ходи, понятно. Ну, по крайней мере, мне понятно, что с вами такое не работает. Вы относитесь к той категории людей, что вас перехвалить нельзя. То есть здесь, возможно, знаете, есть еще люди, которые думают, ой, если будет хвалить человека много-много, он зазнается. Ну, мне кажется, я не видела еще таких людей, которых вот прям часто искренне, не лицемерно, а искренне хвалили-хвалили, и они зазнались. Наоборот, мне кажется, люди становятся более уверенными. То есть если человек действительно скромный внутри себя и понимает, что его хвалят от чистого сердца, он наоборот не будет выпячивать вот эту свою гордыню. Здесь такое ощущение, что вот в вашем случае люди этого не понимают. Но у них вот эта вот задача, чтобы вы начали реагировать, чтобы вы не были таким пассивны, чтобы вы не позволяли, чтобы вот эта птичка клевала в ваше сердце. А вы да-да-да, ешь, ешь, пожалуйста, я не знаю, вот это вот пожертвование, жертвуй самой себя, чтобы вы таким не занимались. То есть они как будто бы, может быть, не совсем корректным, правильным способом, но они дают вам возможность. То есть реагируй, начни действовать, покажи. То есть в более земном плане. А почему люди говорят о вас так, как говорят? Вот опять-таки, да, про манипуляции, да, вот про свою точку зрения. Смотрите, туз мечей, да, они хотят, чтобы вы вот взорвались здесь, взорвались в плане жесткости. Мечевая энергия, тем более по тузу мечей, это очень резкая, да, это колючая. То есть когда бывает какой-то, я не знаю, прыщ, либо надо что-то разрезать, да, то меч, он становится безжалостным, да. Надо разрезать плоть для того, чтобы вытащить вот этот вот нарыв, чтобы человек там выжил, да, к примеру, грыжу. То есть в этом случае, да, меч, он такой, он во благо, но он резкий. То же самое и в диалоге. Иногда бывает какая-то ситуация, вот она нарастает, 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 и не происходит никакой кульминации. И конфликт, он необходим для очищения. То есть здесь как будто бы люди доводят, вот во всем этом раскладе я вижу, что люди своими беседами как будто бы доводят вас до какого-то предела, чтобы вы взорвались, да, то есть вытащили из себя то, что есть, чтобы вы показали свое настоящее я, вот то, что есть. Да, я принципиальный, да, со мной так нельзя, да, я тебя умоляю, я не буду так это делать, у меня есть свое мнение, я не хочу, я верю в это. То есть вы как будто бы свое лицо показали. Здесь ощущение того, знаете, вот у нас водная королева такая, да, королева кубков, такая она мягкая, покладистая, что да, в ожидании у окошка, когда придет Иван Саревич. А Иван Саревич пошел там по всем принцессам, и в конечном итоге уже когда состарился, и никакая принцесса на него больше не смотрит, кроме лягушки, вот, он приходит к вам. Вот здесь вот такого не должно быть, да, то есть меч, он как раз таки говорит о том, что нужно не бояться говорить правду, да, не бояться показать себя. Вот здесь вот ключевое, показать себя, показать вот эту вот, дать вот эту информацию о себе, возможно, либо стать более решительным. То есть не бойтесь брать на себя инициативу, которая есть у мага. Не бойтесь проявлять себя, будьте более решительными. Если нужно что-то отрезать, отрезайте. Нужно кого-то убить, хочется сказать, да, убейте, если это необходимо. Я еще раз говорю не про физический там, ну, я надеюсь, люди меня адекватно и слушают, просто иногда бывает такое, да, вот что ты начинаешь говорить метафорично, вот, а потом я себя остановлю и думаю, ну, фиг его знает, говорю, вдруг люди буквально поймут. Вот, и, в принципе, моя ответственность только за то, что я говорю, а то, что вы делаете, это ваша ответственность, но в любом случае я обращаю на это внимание, да, то есть я не снимаю себя ответственность. Здесь будьте вот про это, да, то есть, ну, и словом. Здесь, в принципе, о слове. То, как вы высказываете, показываете свою позицию. Вот такие у меня были прекрасные двоечки, мягкие, мягкие, гибкие. Мне кажется, мягкие люди тоже должны быть в этой жизни. Ну, то есть, все, что существует, все во благо. Потому что, если бы не было во благо, оно бы не существовало, даже если это что-то негативное. Ну, это моя точка зрения. Переходим к позиции номер три. Зелененькому камешку, троечке. Смотрим вас. Какие фразы или высказывания людей о вас, либо в общем вас цепляют. То есть здесь могут, то, что я говорила в предыдущих позициях, да, могут просто сказать что-то люди, не знаю, какой-нибудь анекдот, а вас зацепят. То есть, либо вас, либо в общем. Что вас цепляет. Тройка монет. Все, что связано... Пока вы не спущу. Все, что связано с тем, что отрезают у вас как будто бы крылья. Обрезают крылья, да, либо как-то здесь про партнерство речь идет, да. Возможно, вас цепляет, когда люди предают, да, либо вот когда вообще речь затрагивается о том, что идет какое-то неравноправие. Когда кто-то, например, я не знаю, больше зарабатывает, но при этом работает мало. Другой, наоборот, много-много работает, но не получает по заслугам. Вот здесь вот, хоть и не выпал оттанк справедливости, но мне по ощущениям идет вот какая-то очень ярко выраженная справедливость вас. Также вас цепляет все, что связано как-то с дружбой, с партнерством, с взаимодействием и каким-то неравенством. Что еще? Ну вот эгоисты, да, Аркан Солнца, что вас может цеплять? Все, что связано каким-то образом с деньгами, да, причем с большими деньгами. Вот я не знаю, прям шик-лоск, там Дубай, золото, вот все, что ассоциируется с этим. И другой момент, все, что связано вот с какой-то незрелостью, детскостью. Ну, то есть, когда дети, не знаю, может быть, когда к детям тоже не очень хорошо, когда присутствует какое-то насилие, вот вас это цепляет, какая-то несправедливость по отношению к тем, кто слабее, да, не только к детям, здесь могут быть и животные, то есть к тем, кто слабее. И гордыня, вот вообще гордыня, эгоизм – это в вас. То есть, когда такое случается, да, можно вместо электричества подключаться к вам. То есть, это вот настолько вас бомбит. Аркан мира. Какие фразы? Когда, я не знаю, когда надо что-то, наверное, завершить, то есть поставить точку, конец, либо наоборот, когда что-то связано с началом. Ну-ка, я уточню, о чем здесь аркан мира говорит, шестерка банет. Вообще, когда надо взаимодействовать с людьми, причем, смотрите, не выпал, да, аркан справедливости, но вот то, что я сказала вот здесь, да, то есть здесь стоит, значит, император, у него на шее сидит этот бес, то есть этот император уже самостоятельно не способен принимать какое-то решение, да, и он одному, значит, дает шоколадную медаль, потому что выслужился, молодец, а другому ты трусливый, ты заслужил мышь белую. То есть вот, когда люди как-то вот относятся, знаете, пренебрежительно к другим людям, да, вот я царь и бог, опять-таки то, что я говорила здесь, да, про эгоизм, я царь и бог, я решаю, кому что нужно, и вот что ты заслужил, а что ты не заслужил, то есть чего ты достиг, по аркану мира, а чего нет, да, где поставили точку, а где нет. Но вот здесь такие моменты, в принципе, разными, хочу сказать, арканами, об одном и том же. А почему, почему вас цепляют эти высказывания? Рыцарь Жезлов, да, Рыцарь Жезлов. Здесь что-то связано с движением. Что именно связано здесь с движением? Ну-ка, я посмотрю, как это вот... А, я поняла. Когда, знаете, выстраивается фундамент, да, как-то вот он не на постоянной основе, а и сообща, а вот когда люди как-то, знаете, поверхностно относятся к своему какому-то делу, да, то есть здесь девочка на свинье, насколько на свинье можно убежать далеко? Нет, причем это розовая такая свинья, что-то как-то какие-то, знаете, при украшивании во взаимоотношениях, как при построении, особенно если это касается бизнеса, когда люди подходят несерьезно к своему делу, либо загораются, а потом быстро перегорают, либо когда... Вот я говорила, речь о предательстве, да, подставах каких-то, может быть, вот в профессиональной сфере, да, то есть когда вы полагаетесь на человека, а человек вот на этой розовой свинье как-то воп-оп и убежал, либо вы полагаетесь на человека, что он там придет, будет что-то делать, у него есть какая-то своя доля ответственности в вашем бизнесе, да, в каком-то проекте, а человек взял и слился, я не приду, я ночью там, не знаю, веселился, либо там день рождения было какое-то, и все, я проспал, а у вас там какая-нибудь серьезная презентация, то есть вас цепляет какая-то вот безответственность людей, либо быстрое перегорание в достижении каких-то совместных с вами целей. Почему еще высказывания вот эгоистов, либо вот насилие, и так далее, все, что я сказала, почему вас цепляет аркан отшельника. Почему, почему? Потому что вы здесь, возможно, ищете для себя ответов на какие-то очень глубокие для вас вопросы. Ну, то есть здесь ощущение того, что вот вы как будто бы заморачиваетесь, да, вот как по первой позиции, вот вы как будто бы заморачиваетесь о чем-то, а люди, вот они какие-то такие, знаете, поверхностные, они, ну, здесь мне показывают такую картинку, как-то, я не знаю, вы работаете над каким-то проектом, там, не знаю, месяцами можете что-то изучать, подготавливать, вкладываться, чтобы все было не то, чтобы идеально, а чтобы было как-то вот насыщенно, чтобы контент был интересный. А есть какие-то такие люди, которые поверхностные, там, я не знаю, сделали там несколько фотографий, выложили, да, и у них там все сработало. И вот здесь вот может вас это цеплять, то есть, ну, как так, да, я вкладываю, я серьезно подхожу к каким-то делам, ищу, чтобы был контент полезный, а люди, вот, я не знаю, как-то, ну, легко к этому относятся. То есть, здесь ощущение, опять-таки, какой-то подсек с несправедливостью, то есть, вы, как будто вы выкладываетесь на 100%, но не получаете результата, а люди, которые более легче относятся к этому, они получают тот результат, который необходим. Ну, такое ощущение, что, по-моему, с первой позиции, да, как-то пересекается. Что вы, почему вас цепляет, вот, когда люди как-то резко-резко тоже ставят какую-то точку, да, то есть, без объяснения, могут исчезать, он так принял решение, и все. Когда идет вот какое-то, здесь проявление эгоизма, да, то есть, когда человек только думает о себе, то есть, вы как будто бы думаете о других, а люди думают исключительно о себе. так, почему вот здесь, вот это вот, несправедливость вас цепляет, императрица. потому что мне хочется сказать, что вы такой, знаете, человек, щедрая душа, человек, готовый отдавать вы за гармонию и за баланс. То есть, здесь все арканы, неважно, что бы я вытащила, и какие бы выражения ни говорили, здесь фразы о, о дисгармонии, о дисбалансе, да, о несправедливости, просто мне здесь весы везде показывают, вот, вот это вот будет вас очень сильно цеплять. Почему? Потому что вы по своей натуре, как императрица, человек, достаточно такой сгармонизированный, да, щедрый человек, готовый, как-то вот дарить, отдавать. То есть, у меня ощущение того, что если бы у вас что-то попросили, вы бы сами отдали, да, но здесь вот как будто бы вот урывками кто-то что-то хочет у вас забрать. И вот это вот вас каким-то образом, то есть, чего бы это ни касалось, да, и какие бы слова ни говорились, это вас будет цеплять. Что вас раздражает в людях, вот когда они, не знаю, как-то вот предают, что-ли, да, не идут, не знаю, не поддерживают, то есть, нет вот этой вот командности, да, либо наоборот, когда они вот такие вот поверхностные, безответственные. Что вас в них раздражает? Вы знаете, ощущение того, что вот по верховной жрице, да, тихушники, вот вас бесят дико тихушники, то есть, ты приди ко мне, да, и скажи, вот так и так. То есть, вы как будто бы здесь, знаете, за честность. Много раз повторяю слово справедливости, но здесь оно так и есть, да, вот вы как будто бы за честность, а вас раздражает в людях вот эта вот какая-то холодность, маска, то есть один, и я тут типа ни при чём, как ты ни при чём, да, ты приди мне, скажи, да, как, что было, и дай мне возможность самому принять решение. А здесь я как будто бы, знаете, я ни при чём морозится, вот когда люди морозятся, вот вас это действительно очень сильно цепляет, либо наоборот, когда человек себя выдает за позицию того, что, а я ничего не могу делать, да, а я не способна, у меня руки, ноги связаны, да, я вот только это самое, ну, то есть, я не мог ничего сделать, да, то есть, не пришёл на работу, я не мог ничего сделать, там пробка была, ну, ты хоть оповести, вот здесь вот это вот вас раздражает. Касательно эгоизма, вот здесь вот завершение ситуации, что вас раздражает. Эмоциональность, да, король кубков, он говорит о том, что вы очень сильно эмоционируете, переживаете. Хочется сказать здесь, знаете, как вот это вот отсутствие конкретики, да, вот вас это может очень сильно раздражать, выходить, чтобы ситуация была прояснённая, понятная, конкретная, а здесь про король кубков, когда люди такие, знаете, вот скользкие, да, вот как рыба, вот невозможно понять, ускользает, вот, и это вас может раздражать. Что ещё здесь раздражает в людях? Когда люди трусливые, вот смотрите, восьмёрка мечей, здесь говорит о том, что, знаете, человек вот такой, не знаю, что у вас здесь за люди, да, которые вот, вас очень сильно бесят, но здесь какая-то одна такая категория людей, причём, хоть я и говорю много, да, здесь одна категория людей, но она как будто бы, знаете, вот разные, под разные личины, под разной маской, да, то есть люди какие-то такие трусливые, которые боятся, что у них заберут, да, вот как будто вы последние, причём, заметьте, вы императрица, вы щедрый человек, да, то есть, а они боятся, что вот вы у них, зачем вам что-то брать у них, когда вы сами можете отдать, вы способны на отдачу, и вам сложно самим что-то у кого-то брать, но отдавать вы можете бесконечно, а здесь вот как будто бы люди, как-то, знаете, знаю, боятся, что вы заберёте у них последнее, придумывают себе какие-то страхи, особенно это касается там профессиональной сферы, что не дай бог, ты не надо на меня подписываться на мой аккаунт, что вдруг ты зайдёшь, ты почитаешь там, не знаю, мои какие-то посты, и вдруг ты украдёшь у меня идею, вот вас такие люди, да, очень сильно бесят, что я тебе ничего не расскажу, потому что ты это можешь использовать потом себе во благо, мне во вред, вот какие-то, здесь вот вопрос лицемерия, но не то, что вот они льстят вам, а вот какие-то трусливые вот люди, духовно нищие, вот так скажу, потому что не хочу никого как-то ругать и обзывать, почему, почему вообще люди говорят вот то, что они говорят о вас, то есть не в общем, когда вас цепляет, да, такая позиция людей, а вот именно в вашу сторону, почему они говорят вот, как-то, ну не знаю, что-то скажут, например, здесь, есть, да, и у вас опускаются руки, да, либо они как-то вот не верят в вас, да, специально говорят неприятные вещи, что вы утратили веру в себя, да, чтобы не пошли в построение чего-либо, почему они говорят так, потому что, знаете, вот они видят вас, вот, королеву жезлов, они видят вас, человеку очень яркого, как будто бы независимого, я говорю, вы вокруг себя, не знаю, собрали как будто бы каких-то трусов, да, ну смотрите, опять же таки, если вас это триггерит, значит где-то, бессознательно, потому что если бы это было осознанно, вы бы уже проработали, есть у вас присутствует какой-то страх, да, что у вас что-то заберут, что с вами поступят несправедливо, то есть люди это говорят, почему, потому что они наоборот, как будто бы вам завидуют, завидуют, да, по королеве жезлов, они видят вот эту вот, вашу яркость, огненность, открытость, и они считают, что как будто бы вам не нужна их поддержка, понимаете, то есть они могут это говорить, вам возможно тоже нужно себя немножко исправить и показывать людям, что вы не единоличники, да, вас триггерит как раз таки вот этот эгоизм, а вы человек, который нуждается в команде, да, то есть у вас тоже есть потребность в поддержке, у вас тоже есть потребность в коммуникации, чтобы люди вам говорили приятные слова, почему, помните, здесь мы говорим, почему вас раздражает в них, потому что, ну что вас раздражает, то, что вот люди морозятся, да, а они видят вас, как раз таки жезловую королеву, возможно, в какой, в каких-то моментах, да, вы как раз таки и показываетесь мечевым таким королем, то есть человеком, который закрывается, человек, который держит дистанцию, королева жезлов, она носит тоже двойную маску, она никогда не покажет свои вот эти вот чувствительные аспекты, смотрите, здесь вас раздражает вот эта эмоциональность чрезмерная людская, но у королевы жезлов, она никогда не покажет то, как она страдает при достижении чего-либо, то есть какие трудности она проходит, она будет всегда на позитиве, она будет говорить всегда, что у меня все хорошо, у меня все нормально, для чего, для того, чтобы ее не жалели, вы не любите жалости, поэтому вы будете скрываться за маской, что у вас все хорошо, но вы человек, у вас есть тоже потребность, да, вот именно в поддержке, в добрых словах, я знаю, в командной какой-то работе, высказывании эмоций, но вы себе не позволяете, поэтому, когда люди морозятся, они по сути вам отражают вот эту вот вашу какую-то часть бессознательную, где вы тоже не позволяете себе выражать эмоции, но люди вам то, что говорят, они видят вас вот эту вот яркость, да, какую-то такую, в плане того, что вам не нужно, вот не знаю, может быть они говорят, вам не нужна вот эта вот поддержка, вам не нужно общение, вам не нужно, то есть мы не нужны тебе, вот как-то так мне идет, в плане эгоизма, да, почему люди вам говорят то, что говорят, пожезлов, мы говорили здесь, да, про трусость, вот пожезлов, это какое-то новое начинание, но у пожезлов есть неуверенность, да, вот в этом новом начинании, да, то смотрите, как он держит жезлов близко к себе, то есть как некая такая защита, то есть он не опирается на свои знания, которые он приобрел, а он держит их как будто бы при себе, вот как этот заяц, да, девочка, которая держит заяца, смотрите, как прям в одну сторону, и смотрит, да, вот в эту сторону, ну оба причем, я боюсь, да, у меня вроде бы есть знания, у меня есть навык, у меня есть начинание, но я боюсь, поэтому вас раздражают люди-эгоисты, которые выпячивают себя, да, которые идут в новое, и они открыто говорят, то есть они могут ничего не знать, еще раз скажу, у вас здесь отшельник выходил, вы глубоко погружаетесь в изучение чего-либо, прежде чем рождаете этому миру, а люди здесь, они могут ничего не знать, где-то что-то нахватались, на каких-то курсах, тренингах, марафонах, и выпячивают себя, показывают, да, и вот такие, знаете, самоуверенные, и у них все получается, а вы проходите основательно ко всему, и поэтому вас это раздражает, вас это даже не раздражает, а вас это обещает и огорчает, почему я столько, и у меня нет, а у других, потому что у вас нет уверенности, вот этот пас Жезгов, он говорит о том, что да, у меня есть знания, но я боюсь двигаться вперед, а люди не боятся, то есть вам нужно внутри себя, с одной стороны, для себя понять, что вам нужны другие люди, вам необходима коммуникация, вам необходим социум, тем более, если у вас работа связана с людьми, они вам могут быть неприятны, но мы в них нуждаемся, мы все нуждаемся в людях, то есть, и я, казалось, делаю расклад у себя из дома, напрямую с вами не коммуницирую, но я без ваших просмотров, буду никто по сути, то есть, моя работа, она не будет иметь никакой ценности, то есть, мне нужны тоже люди, мне тоже нужна обратная связь, насколько бы, допустим, я не имела какие-то знания, вот здесь вот по отшельнику, мне все равно нужна обратная связь, мне все равно нужны люди, для кого это все транслировать и говорить, то есть, здесь нам показывает, что по сути у вас есть вот этот страх, да, какой-то, что у вас что-то заберут ценное, то есть, такое ощущение, что вот как будто бы, не знаю, какой-то навык заберут, какие-то знания заберут, и кто я потом буду, здесь неуверенность человека, самого себя, в новом, особенно, когда вы идете во что-то новое, новое, какое-то начало, но поэтому вас будут бесить люди, которые очень такие, горделивые, да я все знаю, да у меня там 500 регалий, вас это будет бесить, почему, потому что вам, где-то на бессознательном уровне у вас есть нужда быть таким же самоуверенным, я не говорю горделивым, но вот быть уверенным, вам уверенности не хватает, почему вам люди говорят, вот показывают вот это вот, что мир неравен, да, что вот что-то у вас здесь заберут, вот, хотя вы достаточно щедрый человек, почему? двойка жезлов, потому что вам нужно научиться брать ту возможность, которая вам необходима, то есть вот этот вот жезл, который вам необходим, да, вам нужно брать здесь, как будто вы знаете, человек, который не может определиться, не может сделать выбор из всего, как будто я сказать, горизонта возможности, и поэтому у вас есть вот это вот ощущение некой несправедливости, да, что это какая-то сороковаровка, этому давала, этому давала, этому давала, а этому не давала, а ты это не делал, то не делал, а с чего ты решил, что я не делал, да, то есть вот здесь что-то такое, и какая связка здесь, связка в том, что вы считаете, что мир несправедлив, просто потому, что вы, возможно, либо не умеете делать выбор, либо совершаете неверный выбор, либо вообще его не совершаете, то есть горизонты-то открыты, а что взять, что выбрать, вы не можете, либо то, что вы выбираете, это слишком мелко, по-пажу для вас, поэтому вы не получаете и больших результатов, то есть мало взял, это представьте себе, что перед вами океан пресной воды, которую можно попить, но это пресная, но это океан, и вам говорят, с каким сосудом ты пойдешь туда забирать воду для себя, кто-то придет с одной какой-то маленькой кружечкой, чтобы взять, попить и все, ну типа завтра я потом подумаю, что будет завтра, а кто-то придет с тазиком, а кто-то вообще будет самой умной в плане возможности поставить там трубу, и сделает себе завод, и будет потом эту воду качать оттуда и продавать людям нуждающимся, и сделает из этого бизнес, вот это вот в вашем случае, то есть если вы не будете бояться, что у вас заберут, то есть такое ощущение, что смотрите, с одной стороны вы щедрый человек, у вас очень много энергии, то есть с одной стороны вот этот вот океан воды, о котором я говорю, но иногда у вас бывают такие страхи, что ой, у меня заберут, то есть придут к моему океану, и там, я не знаю, попьют, возьмут кружечкой, и заберут у меня, и это будет как будто во последнее, потом я высохну, и что я буду делать, я не буду уже океаном, то есть когда у вас наступают страхи, вы не видите возможности, вы начинаете мыслить узко, и тогда вам кажется, что мир несправедливый, а на самом деле, как обстоят дела, вы просто по двойке жезлов не можете сделать выбор, вы не можете определиться, вы не можете внутри себя ощутить вот эту вот императрицу изобилия, вот это вот плодородие, множество каких-то ресурсов, вот вы определите, увидите в мире, что каждый день идет абсолютно один и тот же поток возможностей, и от вас зависит каждый день, какие возможности вы можете схватить, вот здесь тоже, смотрите, река, от вас будет зависеть, что вы возьмете, какие возможности, у всех одинаковые возможности, абсолютно, просто кто-то более наглее, хочется сказать, потому что он не боится, у него нету страхов, у него хорошо с самооценкой, он просто берет и делает, а у вас начинаются страхи, сомнения, что где-то надо доучиться, а вдруг там, я не знаю, это закончится, вот ощущение, знаете, по всему этому раскладу, что у вас есть страх завершения, что здесь Аркан Мина, что здесь десятка мечей, что здесь тоже страхи, хотя в принципе присутствует императрия, то есть изобилие, с одной стороны, у вас есть осознание, что мир изобилиен, а с другой стороны, у вас такое ощущение, что это все закончится, это как в союзное время, идет женщина по дороге, видит очередь, кто последний, давайте всем по одному, и мне, пожалуйста, я не знаю, 8 палок колбасы, хотя обувь продавали, вот здесь что-то такое, то есть страх, что все ограничено, что ресурсы ограничены, вот вам нужно расслабиться в этом плане, и не бояться, не бояться, а видеть возможности их использовать, и не нужно, знаете, вот этот вот отшелик, если мы на него посмотрим, здесь вот две улитки, одна большая, одна маленькая, и они как будто бы ходят по кругу, то есть началось все тогда, когда эта улитка была маленькая, пока она шла в процессе, она уже выросла, конечно, пока вы там думаете, раздумываете, ищете вот этот цвет, уже другие люди взяли, и за вас все сделали, то есть пока вы придумали, у вас какая-то классная идея стала, да, вот она, но пока вы ее родили, то есть более предприимчивые люди уже решили все за вас, поэтому не надо зря, хочется сказать, пенять на других людей, говорить, что мир несправедлив, нужно просто немножко быстрее двигаться, и знаете, как вот именно в потоке, взяли какую-то идею, попробовали ее, реализовали, не получилось, окей, оставили, пошли дальше, у вас же нет, у вас же все идет фундаментально, я взяла идею, мне надо там сайт сделать, надо вот это подключить, да подожди, ты еще не знаешь, это будет работать или нет, ты сначала попробуй, работать или нет, поэтому у вас такое ощущение, что вот человек взял, там на коленках что-то сделал, у него работало, да, у него сразу результаты, а я делаю основательно, там и сайт, и подключаю кошельки, а у меня ничего не получается, так потому что ты идею не проверил, а уже на ней уже ставишь ставки, и совершаешь следующие шаги, и потом он говорит, что вот здесь человек, который прыгает, да, от цветка к цветку, такой, ну вот, непостоянный, какой-то вот безответственный, быстро перегорает, а вы вот такие фундаментальные, поэтому подумайте, да, здесь две вещи, нам нужен социум, и второй, просто не бойтесь, не бойтесь, река изобилия потока никуда не уходит, каждый день берите, сколько вам надо, не надо все выкачивать, и не надо мало, возьмите столько, сколько посчитаете нужным, сегодня, завтра тоже день будет, то есть здесь какие-то ваши убеждения, ваши ограничения, не дают вам возможности получить то, что вы хотите, такая у меня была для вас троечки позиция, в завершение, кто дослушал до конца, напомню, что под этим роликом будет ссылка на канал Наталии Утро, начинающего торолога, новый канал, если хотите поддержать, переходите по ссылке, пишите комментарии ей, ставьте лайки, всегда начинающим торологам, это очень приятно, да и не начинающим тоже, а я с вами прощаюсь, в очередной раз желаю вам в новом году всего самого наилучшего, до 7 числа напоминаю, что у нас идет распродажа, поторопитесь и не игнорируйте курсы, пускай они вам кажутся странноватыми в своих названиях, но когда вы приобретете их и погрузитесь в изучение той информации, которую я даю, вы увидите, насколько она вас обогатит, насколько она будет вам полезна, то есть не всегда все, что скрыто за красивой такой обверткой, да, оно является ценным, иногда, когда обвертка такая, может быть не совсем понятная, может быть не совсем такая яркая, вот, в ней скрывается намного качественный продукт, это я о том, что многие названия моих курсов, да, там, например, про Пимандр, трактат Пимандра, либо, например, курс Древа Жизни, да, каббалистических знаний, может казаться такое непонятное название, либо там, путь души после физической смерти, но когда вы это послушаете, вы увидите, насколько информация, она интересная и полезная, насколько она меняет ваше сознание, но название, я просто не могу изменить название, потому что, и сделать более какими-то такими привлекательными, потому что от этого меняется суть, то есть как корабль назовет, так он и поплывет, здесь вот именно такие названия, не совсем привлекательные, но при этом очень такая глубокая работа в самих курсах, и она действительно ценная, все, прощаюсь с вами, всем пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok